Сейчас пустынная театральная площадь в среду преобразится, превратившись в уголок Руси 17 века. Все желающие смогут попробовать на себе, каково это быть воином народного ополчения. В великое множество площадок наших реконструкторов. Можно будет в интерактивном режиме надеть на себя кольчугу, попробовать посражаться с таким же оппонентом. Будет национальная культурная автономия наша предлагать отведать национальные блюда. Будут, конечно, и ярмарочные гуляния. Все гости праздника смогут купить самые свежие товары напрямую от сельхозпроизводителей и по ценам, приятно отличающимся от магазинных. У мастеров можно будет научиться о замгончарного и кузнечного дела, резьбе по дереву и другим ремеслам. Яркую экспозицию обещают привезти местные казаки. Будет также казачья площадка, казачье подворье или курень, где представим казачьи блюда, казачьи забавы. Ну и то же самое, вот эту историческую тему поддержим. День народного единства пройдет на многих площадках. Накануне праздника концерты и фестивали пройдут в Центре культурных инициатив и во Дворце труда и согласия. Большой галоконцерт патриотического творчества 4 ноября примет Дом офицеров. Во многих библиотеках края в День народного единства пройдет час истории. Вспомнить главные события из жизни родного края смогут все желающие. Кроме того, с 3 по 4 число в регионе пройдут музейные ночи. Присоединились к празднику и другие учреждения. Отрадно отметить, что даже такие учреждения, как, например, Краевой драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина, присоединился к этой акции и будет проводить экскурсию по закулисью об историческом прошлом. И также все могут присоединиться к этому событию. Полный план мероприятий можно посмотреть на сайте Министерства культуры Красноярского края и на портале культура.рф. Анна Московских, Артем Ахальников, Александр Сафонов, Максим Галат. Новости. Продолжение следует...